Здравствуйте, друзья! Меня зовут Камалдинов Марат, я консультант и бизнес-тренер. И сегодня я хочу с вами поделиться своими наблюдениями, своими наработками в области как продаж, так и менеджмента, так и управления другими людьми. И та вещь, о которой я сегодня буду рассказывать, это привычки, плохие они или хорошие. Это одна из базовых вещей, которая лежит, на мой взгляд, в основе поведения большинства людей, в том числе и нас с вами. И разобравшись в этой привычке, мы сможем как-то контролировать и себя, и других людей, прогнозировать поведение свое и чужое, и на основе вот этих знаний как-то пытаться на него влиять. Мне нравятся поговорки, всякого рода афоризмы, я ходячий их практически носитель, своих мыслей немного, поэтому хорошо приходится эксплуатировать чужие. Так вот, одна из моих любимых поговорок звучит так, чтобы победить плесень, надо устранить сырость. И мы очень часто боремся с плесенью, то есть мы боремся со следствиями, а нужно искать причину, нужно искать сырость. Разберемся с причиной, и следствие само по себе отойдет. Мы тратим колоссальное количество энергии, сил, времени и нервов, иногда и денег, на работу со следствием, на борьбу. И из года в год мы с ней боремся, но она в итоге побеждает. Давайте разбираться, где кроется причина, дьявол кроется всегда в деталях. Я попытаюсь очень быстро, в течение буквально 15-20 минут, надеюсь у меня это получится. Итак, первый вопрос. Привычка это хорошо или плохо? Когда я задаю этот вопрос на тренинге или своим клиентам, то 95% ответов выглядят примерно так. Привычка это хорошо, когда это хорошая привычка. И плохо, когда это плохая привычка. Прямо вот по Тоне Робинсу, да? Что значит хорошая привычка или плохая, спрашиваю я. Ну, плохие привычки всем известны. Пить, курить, опаздывать на работу, сквернословить там и так далее. Хорошая привычка это чистить зубы, делать зарядку по утрам, заниматься спортом, переводить бабушек через дорогу, доедать за собой. Хотя не совсем хорошая привычка, но тем не менее, да? Так вот, друзья мои, привычка изначальная, когда она формируется, она не хорошая и не плохая. Она не хорошая и не плохая. Она нейтральная изначально. У нас не может сформироваться плохой привычки. Смотрите, большинство из вас, наверное, кто смотрит этот ролик, в детстве получало удар током, да? Когда засунули бегудюшку там или вилку в розетку, током получили, у вас же не стало этой привычкой. Один раз схватились за горячий чайник, обожглись, у вас же не стало этой привычкой. Один раз упали на лестнице с высокого места на асфальте, на бетоне, у вас не стало привычки падать. Упали на мягком, на газончике, на травке, в водичке, нормально, падать безопасно. Так вот, привычка изначально не хорошая, не плохая. Когда она становится плохой? Когда она мешает нам развиваться? Когда она мешает нашему общению, нашим коммуникациям? И когда она несет прямой вред нашему здоровью? Плюс еще на это накладываются наши социальные рамки ограничений, в которых мы растем, которые приняты в том обществе, в котором мы с вами находимся. Например, если человек работает, у него семья, он ходит на работу, приносит домой какие-то деньги, но при этом он там раз в недельку может себе позволить выпить, это ничего плохого. Это нормально, это не зазорно. Даже приветствуется, заслужил, заработал, мужик расслабился. Если человек делает все то же самое, выпивает раз в недельку, а может быть чаще, но при этом он не работает, тунеядец, алкаш, тут же вешается ярлык. Вот так работают социальные нормы. Теперь давайте разбираться, а почему так происходит? Почему мы не пытаемся очень часто понять людей и навешиваем на всех ярлыки? Друзья, это не ко всем относится, поэтому не воспринимайте на свой личный счет. Это базовая модель. Друзья, наш мозг устроен, если не вдаваться в биологические подробности, в правильные, а мы сейчас говорим про мозг чисто с прикладной, с практической точки зрения, что нам с этим делать, то он выглядит примерно так. Первая модель, первый мозг, рептильный, рептильный отдел, рептильный ум, как угодно это можете назвать. Он самый древний. Это первая штука, которая у нас, скажем так, зародилась. Она отвечает за базовые реакции. Бей, беги, замри. И если копнуть каждого человека поглубже, то все наши старания, стремления чего-то добиться или чего-то избегать, они все сводятся к трём базовым вещам. Это покушать, поймать мамонта, это не стать самому добычей или жертвой, и это продолжение рода. И вот эти вот вещи, базовые реакции, они так или иначе, они нацелены на осуществление вот тех вещей, о которых я только что сказал. Следующая настройка, которая у нас с вами появилась, это так называемая лимбическая система. Лимбически напишу отдел. Он отвечает за эмоции. Что такое эмоции? Хочу, не хочу, нравится, не нравится, красивый, некрасивый, буду, не буду, ой, противный, ой, какой хорошенький, ой, какая прелесть, какая гадость. Это вот туда. И третья настройка, которая у нас появилась по меркам эволюции относительно недавно, ну, по разным оценкам, это там 400 тысяч лет. Если вам цифра 400 кажется небольшая, это, ну, вообще-то, посчитайте, сколько это веков. Это неокортекс. От слова нео, да, то есть тут слово рептилия в базе, тут слово нео, то есть это самая новая наша настройка, она отвечает за рацио. Что такое рацио? Это цифры, это факты, какие-то аргументы, какие-то данности. Это, то есть, нечто твердое, что объективно принято всеми, на это можно опереться. Вот. Как это работает? Вся информация, которую мы получаем, любая информация, коллеги, так мы устроены, она проходит именно вот такой путь. Сначала рептильный отдел, потом лимбический, потом рациональный. Мы не можем с человеком разговаривать только на рацию, как бы мы ни старались. Так происходит. Я в дальнейших своих роликах, я запланировал цикл этих роликов, покажу, как это работает в продажах, как это работает в менеджменте, как это работает в коммуникациях между людьми, в чем плюсы, в чем минусы, и дам какие-то практические советы. Так вот, когда мы общаемся с каким-то человеком или с группой людей, нам кажется, что мы к нему стучимся сразу в рацию, на самом деле нет. Сначала он должен понять, эта информация несет для него какой-то негативный характер, какой-то угрозы или нет. Допустим, урок в средней школе, ну или в ВУЗе, допустим, вот у нас, да давайте среднюю школу. Урок в средней школе, сидит класс, заходит директор, завуч, какие-то тетеньки, дяденьки из РАНО, из какого-нибудь министерства, все в строя их костюмах, садятся на заднюю парту и говорят, дети, не обращайте на нас никакого внимания, нас как будто бы здесь нет, продолжайте, мы тут скромненько будем заниматься своими делами. Будут ли дети вести себя на уроке так, как они обычно себя ведут? Да, конечно, нет, в том числе и учитель, потому что непонятно. То есть информация, вот эти новые люди, новая ситуация, не прошла фильтр опасения, не прошла вот этот фильтр угрозы. Бей, бей, и замри. Что это за люди? Куда пойдет эта информация? Как мне себя вести? Агрессивно, то есть показывать активность? Или наоборот замереть? Или может быть притвориться, что у меня свело живот и уйти из класса, а бы чего не вышло? Что будет с этой информацией? Как она будет интерпретироваться? Кем она будет интерпретироваться? Это мне в плюс или в минус? И все, что в этот момент говорит учитель, пролетает благополучно мимо ушей. Кстати, почему я использую флипчарт, а не просто размахиваю перед камерой руками, потому что зрительный нерв он самый толстый и 75% информации мы получаем через зрение. То есть лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит народная мудрость. И в большинстве случаев народной мудрости они прямо вот рекомендуются к исполнению. Итак, прошли мы фильтр, нет угрозы, допустим. Следующий фильтр. Нравится, не нравится. Я этого человека хочу слушать, хочу слышать, хочу его вообще видеть. Мне нравится эта информация или не нравится? Я не удивлюсь, если кто-то из вас уже покинул это видео, то есть нажал кнопочку стоп, потому что ему, возможно, не понравился мой почерк, не понравился мой внешний вид, как я говорю, как я себя веду и так далее. И на меня, может быть, кто-то уже очень быстро наклеил ярлык и сказал, ну нет, это еще какой-то там новый инфо-цыган и так далее. К тому же там за его спиной не стоит Мазератти, там он ни на каком крупном форуме, я о нем не слышал, чему он может меня научить? То есть не прошел фильтр, нравится, не нравится. Соответственно, человек даже не будет воспринимать и слушать ту информацию, которую я доношу. Если же я прошел этот фильтр, я надеюсь, хоть кто-то да остался, то наступает момент как раз вот этих знаний, рацио. Факты, данные, какие-то модели, какие-то рекомендации, как это работает. Вот, коллеги, все, что нужно знать, базовые вещи про то, как устроен наш мозг, это вот сюда. Теперь давайте разбираться. Все привычки у нас рождаются вот здесь. И очень важный момент, очень важная деталь. Я вам сейчас задам вопрос, после него поставьте, пожалуйста, на паузу, ответьте на него, те, кто с этой информацией не знаком, а потом продолжите. Итак, если взять все решения в жизни, которые мы принимаем за 100%, как вы думаете, сколько процентов мы принимаем на эмоциях, а сколько процентов мы принимаем рационально? Поставьте на паузу, ответьте на вопрос. Я надеюсь, вы уже включили воспроизведение. Так вот, 98% всех решений в жизни мы принимаем эмоционально. Руководствуюсь или вот этой штукой, или вот этой. А чем занимается наша умная часть? Та самая умная половина, то самое серое вещество, да? О котором мы говорим. Серое вещество занимается обслуживанием вот этих хотелок. Вспомните, пожалуйста, милые дамы, если таковые есть у экранов. У каждой из вас наверняка лежит какая-то вещица из разряда, дорогая, что ты не одеваешь вот ту штуку там, которую купила там в прошлом году? Я эту купила, чтобы купить, а не чтобы носить. Или если сейчас пойти на кухню, то там может найтись, например, две яйцерезки, какие-то одинаковые тарелки или приборы и так далее. Зачем тебе? Пусть лежит. Я вот одно время, у меня там по дороге на работу открыли два магазина, фикс прайс и все по 29, по-моему, ну что-то из этой вот серии. И в основном там были женщины, молодые, пожилые, и что уж греха-то эти, жена моя туда любила захаживать. Так вот, зачем тебе это нужно? У тебя же это есть или ты этим никогда не пользуешься? Пусть будет. Оно кушать не просит, не портится. Это вот отсюда. А потом мы подгоняем, пусть лежит. У меня, я много лет живу в своем доме, у меня есть большой достаточно гараж. И каждый год я там провожу уборку. Я, ну, вот как-то так получилось, что последние годы у меня, ну, не очень старые автомобили, скажем так. Есть новый автомобиль, есть там подержанный. Но это не старые машины, с которых я начинал там папина копейка, там старенькая шестерка и так далее. То есть я сейчас не ремонтирую автомобили сам. При этом каждый год убираюсь в гараже, я вывожу туда как минимум один прицеп, а то и два каких-то железяк, мусора там, еще чего-то. Откуда оно берется? Откуда оно берется? То есть вот отсюда. Пригодится, обвозь, но когда тебе что-то нужно, ты бежишь и покупаешь. Это вот сюда. Мы эмоционально приняли. Мы тяжело расстаемся с вещами, которые нам, ну, скажем так, привычны, любимы. И сами себя обословим, почему за них надо держаться. Вот это очень простой пример, я надеюсь, про то, как работает мозг, про то, как заходит информация. 98% всех решений в жизни мы принимаем здесь и потом это себя обословим. Простой пример. Я не рыбак, не экстремал, не джипер, не охотник и вот я хочу купить себе джип. И я прихожу к вам и говорю, ребят, хочу себе купить джип, что скажете? Многие из вас скажут, зачем он тебе нужен? Он прожорливый, расход ГСМ, большая страховка, там одна резина, одно колесо стоит, там, как комплект, например, колес для малолитражки. Он теряет в цене, он не поворотлива на парковке, проблема со стоянкой, там, высокой потери стоимости, ну и так далее и тому подобное. И вот эти все аргументы, они куда, коллеги? Ну, конечно, там еще безопасность, ну, нет, безопасность чуть-чуть не туда. И вот эти все аргументы, друзья, они рациональны, их можно измерить. Проблемы с парковкой, расходы на страховку, на ГСМ, на содержание и так далее. Их можно померить, ну, они оцениваются какими-то объективными, общепринятыми критериями. При этом часть людей скажет, молодец, имеешь право, заслужил, мужик должен хоть раз себе позволить, не хуже всех. Эти вещи эмоциональные, будешь выглядеть круто, будешь там соседям носу трёшь и так далее. Это вещи эмоциональные, их померить очень тяжело, но они перекроют все рациональные доводы, согласитесь. И так и происходит. Почему люди садятся на бренд, берут, скажем так, автомобили, телефоны и другие вещи, которые им на данный момент не по карману, или функционал которых им, в принципе, в большинстве случаев-то и не нужен? Мы приняли здесь решение, здесь сами себя обосновали. Вот и всё. Всё на самом деле не очень сложно. И самое печальное, что это происходит не только по отношению к вещам, ну, которые, как говорится, там, бумага, например, всё стерпит, это происходит и по отношению к людям, к близким, к коллегам, к знакомым, к подчинённым, к руководителям. Почему мы так себя ведём? Давайте разбираем. Я попробую сейчас нарисовать базовую модельку. Ну, не знаю, как у меня получилось, на всякий случай подпишу. В моей интерпретации это должен быть мамонт. Надеюсь, что похоже так. Вот и бедно. Это мамонт. Так вот, смотрите, мамонт – это еда. Это мы с вами. И у нас есть некое количество энергии. Возьмём её за 100%. Источником этой энергии служит еда. Вот я даже подпишу «энергию». Топливо для жизни – это еда. Да, важен сон, важна вода, важен отдых, но основное топливо – это еда. Коллеги, нас интересует принципиальная модель. Смотрите, и вот эту энергию мы тратим на два основных вида деятельности. Физическая деятельность Так вот, физическая деятельность, физический вид работы нам прямо показан природой. Мы для этого, в принципе, и созданы. Мы должны или бегать за едой, или убегать, чтобы не стать самим едой. То есть, или за ней, или от неё. И когда вот, если провести параллель с современным обществом, вот мы поработали, покопали картошку, сходили в фитнес, что-то там, почистили снег, приятная усталость физическая. Тело такое размялись, косточки потянули, всё хорошо, ох прям. Даже если это усталость, то это приятная мышечная усталость. Но, когда мы очень много думаем, когда мы очень много думаем, экзамены, какая-то ссора бытовая, какой-то спор на работе, мозговой штурм, ещё что-то, ещё что-то. То есть, то, что для нас нетипично. Мы тратим, по разным оценкам, от 30 до 70% всего энергопотребления организма. Что говорит наш неглупый мозг? Что говорит наша ЦНС, центральная нервная система? Она говорит, дружок, если ты так будешь много тратить энергии, у тебя её останется очень мало, и тебе её не хватит для того, чтобы бегать за едой. Что ты будешь завтра есть? И в этот момент организм переводит наш с вами рубильник, наш с вами атомный реактор, положение выхлопа, положение энергосбережения. Поэтому, когда мы сильно ругаемся, гневаемся, испытываем какие-то сильные эмоции, много думаем, мы потом чувствуем себя разбитыми. Всё, руки-ноги отказывают, ты устал, какой там фитнес, несите меня семеро, лучше по направлению к дому и к кровати. Так вот, так эта штука работает. Теперь смотрите, друзья, чтобы ты постоянно не думал и не тратил энергию, которой так мало, организм, наша эволюция, дала нам гениальную штуку. Её очень хорошо описал Александр Сергеевич Пушкин фразой «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». Стерпится, любится, любовь, зла, полюбишь и такого, и так далее. То есть, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Как это работает? Смотрите, друзья, чтобы нам не тратить энергию, каждый раз, не включать голову, нам организм, нам эволюция дала привычку. Привычка, вдумайтесь в эту фразу, это естественный, природный механизм энергосбережения. Ездил по этой дороге, и ездит, и там все кочки знаешь. Кушал вот это, и кушай, не отравишься. Одевался в это, в этот бренд, в этом магазине, одевайся. Оно нормально, привычно. Залез в новые туфли, жмут, натирают, залез, впрыгнул в старый, как хорошо, как удобно. Вел себя так по отношению с людьми, по отношению к людям, так и веди себя. Ты же нормальный парень, ты же нормальная девушка, то есть у тебя все хорошо, есть пещеры, есть шкура, в которую завернуться, да, может, то есть у тебя все нормально, значит, твоя модель поведения эффективна. Не надо думать и тратить энергию, все путем, говорит наш организм. Поэтому нам тяжело перестраиваться в общении, и поэтому другим людям, они не дураки, они не тупые, и так далее. У них тоже есть свои привычки. И вот здесь, когда наши привычки не совпадают, нам проще наклеить рлык дурак, необразованный, там, пищеброд, неадекват, и так далее. Это вообще отморозок, едьте какой-то, вместо того, чтобы понимать других людей. Потому что, чтобы понять другого человека, ну, вы сами теперь уже все поняли. Замкнутый круг. Можно ли это обойти? Конечно, можно. Нужно создавать новую последовательность действий, потихонечку, помаленечку, эти вещи как-то переламывать. Я в следующих видео поподробно расскажу о том, как работают картины мира, почему не работают мотивашки, или почему они работают в короткое время, и как создавать, то есть, самую лучшую формулу эффективности, как создавать свое новое будущее. Коллеги, я надеюсь, что каким-то образом я был вам... А, вот еще один момент. По поводу мамы-то. Возможно, кто-то подумал, что такое еда не каждый день, о чем он говорит, тоже научпоп тут придумал. Пятерочка, магниты и так далее, и тому подобное. На рынке бабушки точно тебе с голоду померить не дадут. Друзья, подумайте, просто вот на такую вещь. Мы сейчас обсуждаем не конкретно нас, а мы сейчас обсуждаем нас как людей в рамках эволюции. То есть, базовые модели, которые работают миллионы лет, миллионы, коллеги. Вот смотрите, на одной чаше весов миллионы лет, а на другой голод в Поволжье. 1922 год, если меня не изменяет память. Два с лишним миллиона человек в Поволжье, я сам из Уфы, Башкирия, умерла от голода в нашем с вами регионе. Ну, кто из Поволжья. Два с половиной миллиона человек, коллеги, просто подумайте, ни рыболовство, ни грибы, ни ягоды, ни картошка, ни охота, ничего не помогло. Два с лишним миллиона человек, по-моему, у нас не то, что в Поволжье, но Урале, не все мегаполисы крупные, да, столицы могут похвастаться таким количеством народов. Вот представьте, все эти люди за короткий промежуток времени умерли от голода. Их просто нет. Мой папа 36-го года рождения был, он рассказывал, когда началась Великая Отечественная война, ему было 4 годика, и они заваривали картофельную ботву, очистки, сыпали туда фураж, заливали это водой, заваривали. Друзья, вы, может быть, кто всю жизнь прожил в городе, для вас это дико, но мы сейчас в деревнях скотину так кормим, как питались наши с вами, отцы и деды меньше 100 лет назад. Еще раз, вот здесь миллионы лет эволюции, когда все это формировалось, и вот здесь это доступность еды. В 60-х годах, когда мой отец учился в Пермском сельхозинституте, он инженер-механик был по образованию, за целый день он съедал булочку и бутылочку кефира. За целый день. Я сейчас пойду в кафе, съем сникерс, запью кофе, получу в несколько раз больше калорий, чем мой отец за целый день, и скажу, я сегодня ничего не ел. Поэтому, друзья мои, мамонты не каждый день, еда не так доступна, как кажется нам с вами. То есть, мозг об этом не знает, что еды в избытке. Калории с каждым годом, почему ожирение идет? Калории дешевеют, они становятся доступны, а мозги об этом не знают. Они по-прежнему запасают мамонтов. Поэтому, вот эти модели, они работают, они базовые, и вот на этом, в принципе, устроены все наши модели. Как ни крути, мы всегда скатываемся сюда. Мы всегда скатываемся в работу мозга, что мы принимаем решение эмоциональное, и маркетинг тому подтверждение, или маркетинг, да, как правильно. Вот. И вот, вот причина, почему мы так работаем. Изначально, коллеги, мы начали с привычек. Привычка, она не хорошая, не плохая. Она изначально всегда хорошая. У вас не с вами, не формируются плохие привычки. Эта привычка или приносит нам личное наслаждение, какое-то моральное, физическое, да, там, сладкое и так далее. Или приносит нам какую-то социальную выгоду. Мы все животные стайные, стадные, и, например, привычка пить или курить, она возникает в большинстве случаев как. Я хочу быть членом этой стаи, я не хочу быть изгоем в этой стае, я хочу быть крутым, быть причисленным, быть не хуже всех, поэтому я начинаю пить, курить. Когда я вырастаю, и мне не нужно уже доказывать, что я взрослый мальчик, привычка осталась, а подоплека ушла. И я подгоняю туда новые вещи. Вместо того, чтобы меняться самому, я подгоняю туда эмоционально новые аргументы. Ах, я работаю в такой организации, где вот все меня не поднимают, там, люди какие-то недалекие, поэтому, ой, у меня стресс, надо запить. Почему ты не бросишь курить? Я там целый день стрессую, мне надо. Подождите, миллион людей не курит, как-то они справляются с этим стрессом. Или я бросал курить, но я начал поправляться после этого. Друг, ты поправляешься потому, что вместо сигареты ты закидываешь в рот что-то другое. Семечки, где практически 100% жирности, леденцы, чупа-чупсы, какие-то конфетки, и ты их закидываешь в неограниченных количествах, потому что, ну, это же лучше, чем курить, это же не вредно, поэтому ты поправляешься, а не потому, что тебе никотина не хватает в организме. Но еще раз, мы всегда боремся с плесенью, вместо того, чтобы разобраться с сыростью. Надеюсь, что хоть как-то этот ролик был вам полезен, и вы просто задумаетесь, не нужно бороться всегда со следствием, нужно искать причину. Как врачи, чтобы вылечить человека, нужно понять причину. Для этого нужен рентген, анализы, снимки и так далее. В случае с людьми, на самом деле, в случае с практической психологией, с управлением, с продажами, это немножко проще. В каком плане? Что нам не нужны анализы, нам не нужны рентгены, нам нужно понимание, знание и понимание, и небольшая практика, как работают эти модели. В дальнейших своих роликах я буду об этом говорить подробнее, разбирать кейсы, прямо накладывать на ситуации своих клиентов. Надеюсь, что был вам полезен. Если полезен, подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно.